Этого милого медведя зовут Ашот, и он является прекрасным примером удачной коллаборации сразу трех художниц из Ростова-на-Дону. Мастерицы подготовили и привезли в Таганрог свою совместную выставку декоративно-прикладного искусства, которая называется «Совмещаем несовместимое». И вот мы втроем, три художника, собрались и начали решать, сможем мы это сделать или нет. Все меня поддержали, сказали «Сможем». И в итоге родилась вот такая вот, пускай она не совсем большая, но выставка, в которой мы совместили несовместимое. И наш талисман нашей выставки – это вот этот Мишка. Зовут его Ашот. Да. Тедди, керамические штаны и заплатки из ткачества. То есть это коллаборация на нас троих, трех художников. Коллаборация трех художников. Светлана Чумаченко, Ирина Киреева и Александра Горбунова занимаются разными видами искусства. Светлана – не профессиональный художник. Я самоучка, так говорит о себе художник-керамист. Уже не первый раз Светлана Чумаченко привозит в Таганрог свои работы. Вообще я художник-кукольник, но на данный момент занимаюсь керамикой. Мне очень нравится работать с керамикой, с глиной, с шамотом. Пока меня впечатляет больше керамика, чем кукла. Ирина Киреева тоже без профильного образования. У нее отлично получаются мишки Тедди. Самые популярные еще с начала 20 века плюшевые игрушки. На выставке их около двух десятков. И ни один не похож на другого. Мишка Тедди – это необыкновенный мишка, который в детском мире продается. А сшит из специального винтажного или не винтажного плюша. Даже антикварный плюш бывает. Все посажено на шплинты, диски. То есть все это крутится. Ручки, лапки, все это крутится. Голова тоже крутится. То есть это вот такой стиль мишка Тедди. А вот Александра Горбунова училась в профильном вузе. При поступлении в архитектурный институт решила идти на факультет декоративно-прикладного искусства по направлению деревообработка. Но судьба в лице преподавателей вуза решила по-другому. Александра стала текстильщиком. И меня определили на текстиль. И целые сутки я рыдала, что я туда попала. А в итоге получилось, что постепенно я в это дело влюбилась. И теперь выставляюсь я в основном именно гобелинами. То есть начинала я выставляться как живописец. График периодический я тоже выставляюсь. Но в последнее время я именно занимаюсь ткачеством. На выставке «Совмещаем несовместимое» Александра Горбунова представила свои великолепные гобелены. Кстати, один из них, который она назвала «Крещение полем», даже побывал в знаменитой Третьяковской галерее. И побывав на заводе комбайнов, читая, изучая информацию о них, восхищаясь этими огромными машинами, общаясь со своими родственниками, фермерами, я узнавала, какие злаковые культуры сажают, какие трудности бывают, как в течение сезона, какие работы проводятся. Кстати, на гобелине можно увидеть представленные различные злаковые культуры впереди. И раскрывают суть комбайна, что одна машина, она может обработать абсолютно разные культуры и провести различные работы. То есть человек без этой машины заниматься за неделю практически не может. Поэтому сейчас используются в хозяйстве не только новые комбайны, но можно встретить и очень старенькие, ту же Ниву. Поэтому машина, конечно, меня впечатлила. Работа прошла отбор. Ткала я ее. Это, наверное, самая моя быстрая работа, потому что увеличена внушительная работы. А ткала я ее за 4 месяца соткала. Милые медведи, яркие гобелены, интересная керамика. Но при создании экспозиции художницы не смогли обойти стороной тему войны в самом широком смысле этого слова. Медвежонок в советской гимнастерке с ребенком на руках как бы относит нас во времена Великой Отечественной. А эти туфельки, выполненные из керамики, напоминают нам уже о событиях в Мариуполе. Во время войны страдают, конечно, мирные граждане. Дети, женщины, старики, как правило, они оказываются самыми беспомощными в эти дни и в это время. И эта работа показывает, что вот был человек, который когда-то ходил вот в этих вот туфельках. А потом, возможно, этого человека не стало. И вот эти ленточки, они как символизируют, как кровь, может быть. Ну, каждый там поймет по-своему. Выставка декоративно-прикладного искусства совмещаем несовместимые, а пробудет в Таганроге до 1 сентября. Познакомиться с интересной экспозицией можно в Малом зале Центральной городской публичной библиотеки имени Чехова на улице Петровской.